Куда поехать и на что посмотреть? Два из вечных вопроса, стоящих перед любым туристом. Хочется подальше и поэкзотичнее, но заграничный отдых в современных реалиях вновь стал прерогативой избранных. Даже относительно доступная и популярная у россиян Турция в этом году прибавила в цене. Средний чек на одного человека к июлю 24-го составил почти 250 тысяч рублей. На этом фоне все выгоднее смотрится внутренний туризм. Иллюзий не строим, импортозаместить турецкие или даже черноморские пляжи нам не под силу. Соревноваться с Москвой или Питером тоже дело неблагодарное, но свой турист у города Семи Ветров все же существует. Наглядно и в цифрах. В прошлом году Ульяновскую область посетила больше 700 тысяч человек. А объем платных услуг в индустрии туризма и гостеприимства составил свыше 5 миллиардов рублей. Топ регионов, которые приезжают в Ульяновск, это на первом месяце Самара. Самара – это 240 тысяч человек, которые сюда приезжают, ежегодно тратят здесь порядка полутора миллиардов рублей. Безусловно, это Казань, Санкт-Петербург, Москва. Вообще регионы с тем, кем у нас налажено прямое сообщение. Плюс регионы, которые в радиусе до 350 километров. Нижние – Чебоксары, Мариел, Саранск, Пенза, ну и другие регионы. В первом квартале текущего года наш регион посетили почти 165 тысяч туристов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года турпоток вырос на 60%. Жаркое лето подогрело интерес, и наш регион не упускает эту возможность. Упор делаем на географическое положение и транспортную доступность. Маршрутная сеть расширяется, добраться до Ульяновска проще с каждым годом. Выросло количество прямых рейсов. В 2024-м в аэропорт Боротаевка без пересадок можно долететь из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Минеральных вод, Сочи, Махачкалы и Калининграда. А ведь есть еще визитная карточка всех городов по Волжье. Волга, Великая река, торговый путь и транспортный коридор. В наши дни ко всему вышеперечисленному добавляется еще одна функция – туристическая. Гости Ульяновска говорят – в вашем городе Волга как море. На самолете быстро, на поезде дешево и безопасно, по волнам, красиво и с новыми впечатлениями. Ульяновский речной порт в прошлом году принял рекордные для себя за последние 20 лет 140 круизных судов. Это больше 30 тысяч туристов, посетивших, например, ульяновские музеи, бары, рестораны и достопримечательности, а значит, оставивших деньги в экономике области. В этом году между Ульяновском, Казанью, Чебоксарами и Нижним Новгородом на регулярной основе начали ходить метеоры – судна на подводных крыльях. Путь на них из Ульяновска в Нижний занимает 12 часов. Это чуть дольше, чем на поезде и чуть-чуть дороже. Зато взору пассажиров из окна открываются волжские просторы. Привет! 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 Как делище? Это правда очень комфортное место и эта поездка была как маленькое отдельное приключение. Вот, поэтому у меня остались только положительные эмоции. Если бы еще раз пришлось выбирать поезд или метеор, да, что бы выбрала? Метеор. В Ульяновск добрались. Следующий вопрос, на что посмотреть? Чем наш регион может привлечь туриста? Первое, что приходит на ум – Ульяновск, родина Ленина. И это до сих пор так. Ульяновск – то место, где Ленин жил, жив и будет жить. С именем вождя связано многое. Музеи, красные туристические маршруты, экскурсионные программы. Но не Лениным единым живет сегодня ульяновский туризм. Ленин всегда с нами. Мы никогда его не забывали, никогда не забудем. Это наша история. И это то, чем наш регион гордится. Безусловно, такая огромная личность. Мы вот этот факт не должны использовать, не должны не использовать. Этот факт обязательно во всех программах. Он имеет место быть. У нас есть программа, которая предусматривает посвящение в пионеры. У нас большое количество людей приезжает в рамках культурно-познавательного тура, которые хотят посмотреть, где жил Владимир Ильич Ленин, где жила его семья, где он учился, где он за какой партой сидел, чем он писал, какой был быт гимназиста. Поэтому вот эта вся история, она очень актуальна по сей день. Есть запрос, обязательно это есть. Но здесь не надо перегибать палку. Понятно, что не надо концентрироваться только на этой теме, а ее можно просто диверсифицировать. Туроператоры отмечают, что за последние несколько лет состав туристов претерпел существенные изменения. В регион приезжает больше молодежи и больше семей с детьми. Игнорировать этот факт индустрия развлечений не может. Эпоха сменилась, мы активно ищем новые смыслы и новые формы. Взять хотя бы музеи, коих в нашем городе тоже немало. Под открытое небо навстречу жителям города и туристам вышел открывшийся в начале июля музей наличники. Пройти мимо просто не получится. Здесь собраны экспонаты со всех уголков региона. На самом старинном, более ста лет, собрана самая большая коллекция в России такого формата. Музеи будут функционировать в теплое время года, до конца сентября примерно. А на зимний период мы его уберем в связи с погодными условиями на временное хранение. Но опять же, в следующем году планируем снова выставить экспозицию. Но, скорее всего, уже в другой локации будем искать что-то в городе, чтобы как можно больше жителей и гостей региона смогли увидеть наш музей. В дополнение к классическим и неклассическим музеям – туризм эко, агро и гастро. Тренд этого года – туризм событийный. По итогам 2023-го региональные событийные мероприятия посетило порядка 100 тысяч человек. И около четверти из них – это гости из других регионов страны. Благодаря поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в этом сезоне ульяновцев и гостей региона ждет около 30 массовых и масштабных культурных мероприятий. Федеральную поддержку получил «Бульвар» – фестиваль еды, музыки и хорошего настроения. За пять лет он завоевал звание главного летнего опен-эйр события. Юбилейный фестиваль сменил локацию, переехал в туристический центр города и отлично вписался в переулок Карамзина. А вот свою концепцию фестиваль не изменил. «Бульвар» все так же про еду и про музыку. Гастросоставляющую фестиваля представляли 17 заведений. Не только ульяновские, но и приезжие – из Казани, Самары, Москвы и Ижевска. В основном – стритфуд, бургеры, хот-доги, шаурма, гонконгские вафли. Очереди к точкам раскинулись на десятки метров и не расходились до самого вечера. До позднего вечера работал и маркет. Изделия ручной работы презентовали ремесленники. Новинкой этого года стали площадки по интересам. Гостям предлагали послушать лекцию о кино или мистическом Симбирске, поиграть в футбол или даже постоять на гвоздях. Для чего вы это делаете? Чтобы сконцентрироваться на себе, на дыхании. Какие-то внутренние вопросы, точнее, ответы на внутренние вопросы найти в себе. Для расслабления. В конце концов, там очень много разных точек, нервных окончаний, на стопах. Все тело оздоравливается. А вы в первый раз это пробуете? И как бы уже нашли ответы? Пока я его тыщу в процессе. Можно просто послушать лекцию, можно сходить на какие-то мастер-классы, купить себе какие-то бижутерии. Это очень круто, это объединяет наш город в целом. И я рада тому, что такие мероприятия вообще проходят в нашем городе. И хотелось бы как можно чаще это видеть. Мы с детьми прекрасно провели этот день, повеселились. Мастер-классы просто замечательные. Вот дочь довольная, уже ей нарисовали рисунок, теперь я, теперь ее тоже, чтобы были одинаковые. Приглашаем гостей и отдыхаем сами. Инфраструктура индустрии развлечений должна работать не только на туристов, не быть обременительной для региональной казны. Этот подход общий для всего Поволжья. Еще один объединяющий тренд – развитие сети кемпингов и глэмпингов, природного туризма, спортивной индустрии и строительства благоустроенных пляжей и бассейнов. Свой клиент у такого комплекса будет обязательно. Клиент не бедный. А ведь одна из задач развития отрасли – получение доходов в казну. В 2024 году пять ульяновских предпринимателей получат 93 миллиона федеральных рублей в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на строительство модульных туристических объектов. Предприниматели должны вложить в проект не менее 50% собственных средств. Что касается планов на следующий год, их в агентстве по туризму строят, исходя из запросов года текущего. Сейчас в связи с ежегодной проблемой отсутствия обустроенных пляжей и цветением Волги, уже начиная с июня месяца, огромный запрос у жителей, у гостей на хорошие, качественные места отдыха у воды. Поэтому здесь обустройство пляжных зон на берегах рек, озер или места, где, по крайней мере, вода не цветет, где проточная вода, строительство бассейнов открытых, подогреваемых, неподогреваемых, летних, различных. Собственно, вот это вот есть такой действительно запрос, и мы понимаем, что большее количество нужно обустроить мест для отдыха для горожан. В прошлом году обустроили три таких места. Одно, два места было обустроено в Ивановском заливе, и одно место на Заволжском пляже. И в следующем году, я думаю, мы этот тренд продолжим, будем наращивать количество мест для отдыха у воды, чтобы это было комфортное и безопасное место отдыха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok